Здравствуйте! В эфире программа «Линия правды» и я, ее ведущая, Александра Гауэрт. В гостях нашей студии Шанхи Голубева, руководитель отдела Акмолинского филиала НАО ФСМС. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Тема нашей сегодняшней программы «Медицинское страхование». Тема актуальная. Здравствуйте, Александра. Согласна с вами, тема на сегодняшний день очень актуальная, потому что здравоохранение, образование – это как раз тот пласт, как мы говорим, в народе, в социалке – одно из самых приоритетных направлений. Поэтому, конечно, все, что касается здравоохранения, оно всегда будет в приоритете. Первый вопрос, который бы хотелось начать, это кто сегодня в Казахстане вообще может рассчитывать на медицинскую помощь в рамках медицинского страхования? В Казахстане на медицинскую помощь, конечно, могут рассчитывать абсолютно все. И застрахованные граждане, и не застрахованные. Дело в том, что в Казахстане, именно в казахстанской системе здравоохранения продумано два пакета медицинской помощи. Это в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, да, может быть, вы слышали аббревиатуру часто произносимой ГУБМП, и пакет обязательного социально-медицинского страхования, другими словами, ОСМС. Пакет ГУБМП, он что туда входит? Туда входит обязательно экстренная медицинская помощь, то есть скорая медицинская помощь, соответственно. Первичный осмотр у терапевта, то есть если не застрахованно обратился в поликлинику, то терапевт его примет. Примет, сделает какое-то назначение, но вот уже направление к узким специалистам он, к сожалению, не сможет дать, потому что это уже узкие специалисты входят в пакет ОСМС. Социально значимые заболевания входят в ГУБМП, такие как, например, ВИЧ, СПИД-инфекция, лечение данных заболеваний, туберкулез, то есть не застрахованные могут рассчитывать на эти виды медицинских услуг. А пакет ОСМС, конечно, гораздо шире, туда входят достаточно дорогостоящие виды медицинских услуг, операции, которые мы называем высокого уровня технологические операции. Входят также КТ, МРТ, различные дорогостоящие лабораторные услуги, например, какая-то часть анализов на витамины, на гормоны. Если вы знаете, то сейчас это достаточно дорогие виды анализов, стоимость которых варьируется от 10 и выше тысяч тенге. Поэтому застрахованные могут рассчитывать, оплачивая ежемесячные взносы на данные виды услуг. Стоматологическая помощь на сегодняшний день тоже является актуальным вопросом, но она, к сожалению, не входит в ОСМС, кроме социально уязвимых слоев населения, куда входят дети до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры и инвалиды. На экстренную помощь могут рассчитывать и беременные, дети, пенсионеры, другие льготники. Плановую медицинскую помощь также дети и беременные женщины. Сколько и куда нужно отчислять на ОСМС казахстанцам? Ну, у нас, получается, делится, да, есть наемные работники, то есть мы с вами, мы обязаны оплачивать 2% с наших заработных плат. То есть, грубо говоря, наш работодатель вносит 3% с собственного фонда оплаты труда, то есть из своих средств от дохода сотрудника, и 2% с наших заработных плат, то есть зарплата своего сотрудника 2%. Итого, получается, 5% входит на медстрахование. Если человек самозанятый, то есть у него сезонные виды работы, или это, например, домохозяйка, которая не работает, то человек может оплачивать как самостоятельный плательщик. Здесь сумма рассчитывается 5% от минимальной заработной платы. То есть на сегодняшний день минималка у нас составляет 70 тысяч деньги, значит 5% это 3,5 тысячи деньги. До 1 января еще действует единый совокупный платеж, который могут оплачивать также люди самозанятые, но, допустим, не как индивидуальные предприниматели. Они тоже могли оплачивать, но с 1 января этого платежа уже не будет. И нынешним плательщикам ЕСП нужно будет зарегистрировать свою деятельность как индивидуальный предприниматель и оплачивать как индивидуальный предприниматель. Или перейти в категорию самостоятельных плательщиков и уже оплачивать как самозанятые. Эти оплаты нужно вносить ежемесячно или можно как-то один раз в год оплатить? Обязательно, обязательно. Согласно законодательству это должны быть ежемесячные взносы, ежемесячные отчисления, так как даже пропущенный единожды этот месяц, он потом в будущем может отразиться. Дело в том, что, допустим, человек на данный момент, на сегодня, на 12 декабря застрахован, но по каким-то причинам он уволился с работы, например, или еще что-то, ему государство, система здравоохранения предоставляет 3 месяца после оплаты. То есть 3 месяца льготного периода. Ну, то есть, грубо говоря, этот человек может 3 месяца спокойно обслуживаться, но потом он должен все равно эти месяцы закрыть. Получается, у него как образуется задолженность. Поэтому здесь лучше не пропускать эти платежи, а оплачивать ежемесячно. Либо можно полную сумму раз в год внести, да? Да, это касается тех, кто у нас в категории самостоятельных плательщиков. Например, если на сегодняшний день человек не работал по какой-то причине, то, конечно, ему целесообразнее было бы оплатить на год вперед. Это на сегодняшний день составляет 42 тысячи тенге за 12 месяцев. И человек уже спокойно весь 2024 год будет обслуживаться как застрахованный. Может ли застрахованный гражданин Казахстана обслуживаться в любой клинике на территории нашей страны? В любой клинике не может. Может только в той, которая является поставщиком Фонда социально-медицинского страхования. То есть у той клиники, которая заключила договор с нами. При этих условиях человек может обратиться, попросить направление в своей поликлинике, что он хочет именно обслуживаться в данной клинике, получить какую-то виду услуг. И согласно направлению человек обращается туда, а его поликлиника, где он прикреплен, потом уже перечисляет эти деньги за своего пациента. Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Как гражданин Казахстана может самостоятельно проверить свой статус застрахованности? Сколько, например, он отчислил денег и так далее? Ну, на самом деле, очень много таких платформ. На сегодня это, в первую очередь, официальный сайт Фонда социально-медицинского страхования, так и называется, fms.kz. Туда заходите, и сразу там есть раздел, то есть кнопочка такая, которая интерактивная. Туда проходите, вводите свой ИИН и получаете уже результат, то есть ваш статус. Вторая возможность, это через Телеграм, Телеграм-бот, который называется Сахтандеру-бот. Туда тоже вводит человек свой ИИН, и по ИИН сразу выходит у него и платежи, сколько за какой период у него были, и статус, застрахованный он или нет. Через Каспи-приложение также у них есть, это работает функция. В госуслугах можно будет посмотреть свой статус. Так, ну, в принципе, вот это такие три основных платформы, на которых можно посмотреть. Ну, можете в ЕГО, еще в личный кабинет, там тоже есть эта функция, там можете и платежи свои тоже также посмотреть, и статус свой посмотреть, либо очно обратиться в любой ЦОН по удостоверению личности, они вам сделают выписку, за какой вы период хотите, и также узнаете там свой статус. И предоставят, да, всю информацию. Какие дорогостоящие услуги может получить гражданин в рамках медицинского страхования? И, например, их можно рассказать, пожалуйста. Ну, их достаточно много. В рамках УСМС, да, можно получить дорогостоящие, сделать дорогостоящие анализы, например, провести КТ, МРТ. Ну, соответственно, надо понимать, что это не просто по желанию пациента должно быть, а по его показаниям. То есть, если человек обратился с какой-то проблемой к врачу, то уже на основании тех показаний и назначений, которые сделает участковый терапевт или врач ВОП, человек может уже обратиться дальше к узким специалистам. Если есть показания, да, к проведению дорогостоящих услуг, таких как КТ, МРТ, вот этих анализов на гормоны, на витамины, то, да, пожалуйста, выписывается направление, да, УЗИ, я еще не отметила, вот различных, да, частей тела, органов, то человек может уже спокойно обратиться по направлению и провести данные анализы. А операции? Операции тоже входят, операций достаточно много, перечень данных операций, да, вот буквально в пятницу мы ездили на мастер-класс, который проводил астанинский профессор из Астаны по ангиографии. Очень сложная операция по эмболизации вен, когда где-то у человека идет внутри, обнаружено внутреннее кровотечение, и путем лапароскопической процедуры, то есть даже пациент не вводит анестезию, он в сознание проводит такую сложную процедуру, не процедуру, а сложную операцию. Вот данная операция, например, тоже входит в СМС. То есть если бы человек был не застрахован, то он бы не смог получить эту, да, бесплатно пришлось, ну, это плановые операции, которым человек, соответственно, готовит и так далее. Но если вдруг любому гражданину понадобится какая-то экстренная помощь, независимо, да, сколько она там достаточно дорого стоит, или, допустим, дешево эта операция обходится, то человеку в любом случае ее окажут. То есть даже застрахованным и не застрахованным, потому что в Казахстане экстренная помощь, она предоставляется бесплатно. Всем гражданам. Да, всем гражданам, в том числе и иностранным гражданам тоже. И иностранным, да. Вот как раз вопрос, который касается иностранных граждан, он достаточно интересный. На какую помощь все-таки могут рассчитывать граждане иностранные, и зарубежных стран? Медицинскую. Ну, у нас иностранные граждане делятся на несколько категорий. Есть категория просто как туристы, например, приезжают, да, прибывают у нас на территории Казахстана, то, соответственно, им, конечно, будет обеспечена экстренная помощь, если есть в этом необходимость. Вторая категория иностранных граждан – это наши трудовые мигранты. У трудовых мигрантов обязательно должен быть трудовой договор, то есть, который доказывает его пребывание на территории Казахстана в качестве работника. И, соответственно, с этим трудовым договором у него обязательно должно быть вмененное медицинское страхование или добровольное медицинское страхование. Часто мы им называем ВМС или ДМС. Что предоставляет? Вмененное медицинское страхование предоставляет право таким гражданам прикрепиться к нашим поликлиникам. То есть, зачастую наши иностранные граждане прибывают на территории Казахстана со своими семьями. То есть, здесь работает, допустим, супруг, здесь же и супруга находится, и дети. Дети учатся в школе, например. То есть, им нужно справки получать, больничные открывать, поэтому им необходимо иметь вмененное медицинское страхование. Ну и есть категория граждан, у которых есть вид на жительство. То есть, они полноправные, точно так же имеют право получать медицинскую помощь, как и любой гражданин Казахстана. То есть, если у него есть уже на руках ВНЖ вид на жительство, то он спокойно прикрепляется к поликлинике, за него делаются отчисления, также УСМС, отчисления и взносы. И он спокойно уже приходит в поликлинику, прикрепляется и получает медицинские услуги. Бывают такие ситуации, когда гражданам отказывают в медицинской помощи. И вот в таком случае куда обращаться людям, которые обратились за медпомощью, но им отказали? Таких ситуаций много. Мы достаточно большое количество получаем обращений, где люди ссылаются на отказ в медицинской помощи. Но я хочу сказать, что в большинстве случаев, когда мы начинаем делать разбор, разбираться, почему человеку отказали в медпомощи, то выясняется, что данную проблему можно было решить на уровне самой поликлиники. В каждой поликлинике есть обязательно служба поддержки пациентов. То есть, непосредственно заместитель главного врача по службе поддержки пациентов. Есть колл-центры, есть регистратура, есть справочные. То есть, есть обязательно ответственные люди, которые занимаются по проблемным вопросам, допустим, по претензиям, по обращениям своих же пациентов. Поэтому, если наши уважаемые граждане столкнулись с этой проблемой, то не обязательно уходить далеко. Допустим, многие управления здравоохранения сразу обращаются, или в фонд, или на 1414 обращаются, есть короткий номер. То быстрее будет, если вы обратитесь именно к, если они обратятся к заместителю по службе поддержки пациентов. То есть, там можно спросить, где находится кабинет, обратиться, сказать свою проблему, чтобы тут же эта проблема по возможности решилась. Чтобы, то есть, как бы человек уже ушел удовлетворенным по своей проблеме, чтобы не остался с вопросами. Что делать, если гражданин неправильно оплатил ОСМС, и могут ли быть возвращены деньги за это неправильное? По ошибочно уплаченным взносам и отчислениям, каждый гражданин может сделать возврат. Возврат делается в госкорпорации, это ГЦВП, у нас есть этот местный исполнительный орган, где они принимают заявление, и к заявлению необходимо обязательно прилагать чеки. То есть, если вы оплатили неправильно, нужно это доказать. Тогда взносы возвращаются, и вы можете их уже правильно распределить. Допустим, если, грубо говоря, вы оплатили, например, вам нужно было оплатить период марта, апрель, май, а вы, допустим, в апреле, допустим, в марте сделали все эти три платежа на один месяц. Тогда получается, как будто у вас апрель и май остались неоплаченными. Вот тогда эти деньги возвращаются и помесячно снова распределяются на данный месяц. Поэтому все-таки проще каждый месяц выплачивать, чтобы не запутаться, чтобы не разбираться, не возвращать деньги, да? Да, конечно. Доступны ли медуслуги в рамках ОСМС населению, проживающему в отдаленных населенных пунктах нашей области и вообще нашей страны? Ну, конечно, граждане Казахстана везде имеют такой же доступ к медицинским услугам. Единственное, конечно, да, вот в отдаленных поселках, в отдаленных селах здесь есть свои проблемы, которыми живут граждане поселки. То есть, да, отдаленность от райцентров, от районных больниц и так далее. Но сейчас вводится такое понятие, как передвижной медицинский комплекс этой машины, да, который определенное время, несколько раз в году делает объезды и обслуживает население по таким, ну, да, социально значимым, например, как пройти флюорографию, стоматология, гинекология, дерматология. То есть, такие узкие специалисты, они выезжают в определенное время и объезжают в такие отдаленные поселки, где количество населения, где есть такие проблемы с отдаленностью. И, да, согласно необходимости, согласно требованиям, потребностям этих поселков обслуживают вот такими ПМК. Ну, медицинские пункты есть во всех, я так понимаю, населенных пунктах и отдаленных. В зависимости от количества населения, да, там может быть ФАП, может быть, да, фельдшерский пункт, может быть медицинский пункт, может быть центр ПМСП, первичная медико-санитарная помощь, то есть там зависит от количества населения. Вот, но в любом случае, при необходимости, конечно, в поселке выписывается направление на районный уровень. Если на районном уровне данная процедура не проводится, значит, делается направление уже на городской уровень и так далее, где-то на республиканский уровень. Время нашего эфира подошло к концу. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на все вопросы, которые волновали. Волновали, боже, конечно. Дубль два. Время нашего эфира подошло к концу. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Дорогие телезрители, а мы не прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.